Привет всем! Давно решил тряхнуть стариной и сделать принт на футболку с лейблом любимого паблика для фоксятников. Говорится, в домашних условиях даже начал снимать мастер-класс. Но из-за некоторых огрехов, не только моих, результат был загажен. И все же решил записать видос, но с пояснениями, дабы вы не наступали на мои же грабли. Что ж, поехали! Для начала скачиваем силуэт фокстерьера из интернета и переносим изображение на любую прозрачную, желательно плотную пленку. В данном случае это деталь от пружинного блокнота. Принтера у меня нет, поэтому просто прикладываем к монитору и обводим контур. После приступаем к изготовлению шаблона. На рабочую поверхность необходимо положить деревянную доску. Пойдет и та, что лежит на кухне. На ней мы и будем вырезать шаблон. Я взял скальпель, так как мне с ним привычнее работать. Но можно обойтись и с канцелярским ножом. Аккуратно ведем по контуру. Там, где мелкие детали, я просто продавливаю, чтобы не лизануть лишнего. Где линия идет вравне, надавливаю силой и медленно веду лезвием. Получилась собачка. Можно ее не выбрасывать, а повисит, допустим, на новогоднюю елку. Теперь находим прямоугольный кусок фанеры, либо толстый журнал, или что-нибудь похожее на эту вот книгу в данном случае. И чтобы натянуть на нее футболку. Я приготовил шаблон внешнего контура. Сейчас я отмечаю границы закрашивания желтым цветом. И, как уже понятно, понадобится краска для ткани и кусочек губки. Для этого мне пришлось изувечить мочалку для мытья посуды. Аккуратными легкими промакивающими движениями наносим краску на ткань. Это важно. Ткань в футболке должна как минимум наполовину состоять из хлопка. Я этому не последовал. И это моя первая ошибка. Ткань все время растягивалась, а потом сморщивалась во время работы. С желтым слоем все вроде бы хорошо. Нужно дать подсохнуть. В идеале 2-3 часа. А потом закрепить эффект утюгом. Предварительно подложив листы бумаги с двух сторон. Но я сделал вторую ошибку. Решив не дожидаться высыхания и ускорить процесс с помощью утюга. Что лучше было сделать феном. Бумага стала прилипать к краске. Теперь займемся нанесением второго цвета на шаблон собаки. И вот тут уже меня подвел производитель краски. К слову, обе краски были немного просрочены. Но желтая была немецкой. А вот черная, скажем так, из стороны поближе. Она расплылась по волокнам ткани, испортив принт окончательно. Желтая этого не сделала. Думаю, нужно было, может быть, легче наносить черную краску. Но, надеюсь, суть процесса вы уже уловили. Ладно, буду надевать футболку на велопокатушке с собакой. Если видео понравилось, поставь палец вверх и поделись с друзьями. Вот социалка. Кстати, у нашего канала есть аккаунт в фейсбуке. Называется немножко по-другому. Он называется Дмитрий Фоксболк. И группа ВКонтакте. Называется там Походы с собакой. Она не очень популярна. То, что я никогда не афишировал. Там вы можете зайти и пообщаться с нами. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok